Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 2 июня 2024 года. Рад приветствовать вас в лете. И это первый летний прямой диалог в 2024 году. Так, без долгих предисловий, давайте перейдем к обзору краткому рынков. S&P 500 чувствует себя неплохо, немножко здесь корректируется, но, собственно, не буду капитаном очевидностью, сами все видите. Что является примечательным? Примечательным является значительное снижение технологических компаний. И в последние периоды мы с вами обсуждаем этот момент, что техи дорогие, пора им скорректироваться. Так вот, техи скорректировались и уже находятся недалеко от тех значений, которые являются для них оптимальными. Собственно, по техам, кто давно канал смотрит, я еще год назад и полгода назад говорил об своих ожиданиях, что техи будут расти быстрее, чем рынок. Но в то же время покупал реальные сектора, потому что для меня это комфортнее. Я готов покупать активы недооцененные, надежные, в которых я буду полностью уверен. То есть не готов рисковать покупать нечто дорогое в надежде, что оно станет еще более дорогим и так далее. Поэтому тут у каждого своя тактика, стратегия. Я в пользу надежности порой готов отказаться от какого-то ряда доходностей, например. То есть у кого-то наоборот, здесь правильного или неправильного пути нет. Мне так удобно. В общем-то, касательно техов, что хочу сказать. Apple и Microsoft, безусловно, остались дорогими. Тут откупали Apple в последнее время, хотя никакого позитива там нет. Но это флагман индекса, напомню. Это, условно говоря, локомотив показателей американской экономики. А эти показатели должны быть высокими, потому что долги нужно продавать. TLT, индекс Treasury, скажем так, находится на низких уровнях. С реализацией долга есть некоторые сложности. И в этом случае нельзя показать еще и слабость экономии. Там вообще экономики продать ничего не получится. А касательно остальных техов, мы пришли к тем моментам, когда техи не прекратили быть дорогими. То есть вот коррекция прошла, тот же самый Adobe. Чуть раньше на него началась коррекция. И вот он уже там на 30% скорректировался. То есть это, опять же, возвращаясь к вопросам стратегии, техи тоже не, скажем, не рецептом от всех возможных рисков и так далее. Техи порой растут, а порой они падают на 30%. И еще вот он может подкорректироваться на 425 и даже 362. Поэтому здесь коррекции избежать не получится. То же самое с Enche. То есть это те компании, которые не являются флагманами. А Enche вот скорректировался. Обратите внимание, все корректируются к справедливым ценам. Тоже 30% по ним коррекция прошла. Это вполне вероятно, что еще не самый конец. Потому что, когда ставку начнут снижать, к этому появляется уже ряд факторов. Техи могут еще больше скорректироваться. То есть вроде бы рост такой замечательный. Все здорово. Там портфели растут. Потом раз и коррекция на 30%. Autodesk тот же самый. По нему только свежая оценка есть. Вот видите, как рос и как скорректировался. CRM тот же самый. Обратите внимание, тоже к справедливой цене он ушел. Которая год назад была с прогнозом на год. Тот же самый Intuit. Но я чуть позже по нему оценку давал. Там третий месяц и были здесь шестой месяц. Но все равно их тянет к справедливой цене. Никуда от этого не деться. И ничто не растет бесконечно долго. И кроме Apple. Вот собственно такая небольшая может быть шутка. Но кроме Apple ничего не растет. Пока Apple находится флагманом в числе флагманов S&P 500. Он будет расти. И только его уберут, скажем, там из первой десятки. Например, Apple станет резко плохой компанией. И там будет распродажа 50%. Так что такие нюансы тоже стоит учитывать. Кто готов рисковать. Вот этим моментом можно покупать. Я вот все-таки куплю лучше что-то более такое надежное. В чем я уверен. Ну и собственно остальные компании аналогично. Та же самая Tesla. Вот я оценивал ее до полутора лет оценка. Вот как раз Tesla пришла к тем оценкам, которые есть. Дороговатыми, на мой взгляд, остаются еще производители чипов. Nvidia показывает там хорошие результаты. По ней есть вопросы, насколько она дорогая сейчас. Конечно, там перспективы очень высокие заложены. Но я по ней оценки не даю. Ну а AMD дорогая. То есть она поболталась здесь до конца 2023 года в нормальной цене. Потом ее откупили на хайпе чипов. И вот коррекцию она уходит. Но еще сложновато. Я думаю, она скорректируется. Никуда она от этого не денется. То есть не в зоне покупок. Ну и в общем-то другие компании технологические. Вот они в районе своей справедливой цены сейчас находятся. Не являются еще дешевыми. Прямо-таки дешевыми, чтобы прямо-таки техов покупать. Но коррекция по ним прошла. В то время, как многие другие активы постепенно начинают восстанавливаться. Я имею в виду реальные сектора. Ну тот же самый Sintin. Да, тут тоже по нему локальная какая-то распродажа была. Но в целом тренд у него ростовой. Постепенно откупают реальные сектора. Взамен распродажи, скажем, техов. Картева и те же самые компании. Ну вот такой взгляд на текущую ситуацию. Так что техи уже недорогие. Техи нормальные. Так, давайте перейдем дальше к отечественному рынку. Вообще сегодня у меня предложение. Разбить ролик, наверное, на американские активы, российские активы. Ну и как-то уже балансировать эти моменты. Поскольку большая часть людей, зрителей, подписчиков, они имеют портфели. Как минимум у российского брокера. И относительно небольшая часть имеет активы только у американского брокера. Поэтому российский рынок может быть как-то больше вводить. Получая обратную связь, что это было бы здорово. Давайте сегодня попробуем. Так, по индексу московской биржи. Приличная распродажа. Отмечал, что вероятно коррекция на 303.284. 3.240. Вот чуть ниже проходит индекс сейчас московской биржи. Но все-таки мои ожидания остаются прежними. Я не ожидаю еще более значительной какой-то распродажи в индексах. Вижу, что многие аналитические агентства дают минус 50% по RTSI. Что скорректируется еще очень значительно. Чуть ли не до 500-700. Абсолютно не вижу никаких к этому предпосылок. И почему сейчас индекс корректируется больше ожиданий. Моих в том числе. Поскольку данные по инфляции в России стали выходить значительно хуже. И последние данные, которые публиковали по инфляции, инфляция не отступает. Опять же, хотел бы отметить, отмечаю это часто, хороша та аналитика, которая подтверждается. Не просто вот что-то наговорил, наговорил, там все теперь по-другому переобулся. И теперь по-другому. А оно потом пошло по-третьему и сказал по-третьему. Вспомните, что отмечал, когда ставку Центробанк только начинал повышать. Это было уже достаточно давно. По всем ожиданиям, по собственным, отмечал, что ставка не даст никакого практически результата. В отношении с инфляцией, с курсами рубля к доллару и так далее. То есть это взаимосвязанные элементы, поскольку объем импорта очень высок. И приходится за иностранную валюту покупать товары. Вот, собственно, ставка высокая. 16% это очень высокая ставка. А результат-то где? Результатов нет. Как только налоговый период или как только экспортеры начинают выручку продавать, рубль стабилизируется, рубль укрепляется. Как только это заканчивается, все опять в тар-тарары летит. Если отменить продажу валютной выручки, то рубль мы увидим очень-очень низко по отношению к текущим значениям. И тут ставка никак не решает. Поэтому ставку по текущим инфляционным данным, вероятнее всего, еще повысят. Повлияет ли это в значительной степени на укрепление рубля или борьбу с инфляцией, это практически не повлияет. Вот что могу сказать. Ну, конечно, некое воздействие будет. Но можете ролик найти старый, я еще записывал. Те факторы инфляционные и влияющие на курс рубля, которые действительно являются проблемой. Тут со стороны, скажем, такое воздействие. Поэтому, исходя из текущих данных, Центробанк вполне вероятно ставку может поднять. Вот и на этом рынок корректируется. Во-первых, что дает негативный эффект на рынок в целом, это удорожание кредитов. То есть компаниям сложнее будет развиваться, сложнее будет обслуживать свои долговые обязательства. На это будет уходить больше денежных средств, поэтому прибыли будет меньше. Ну, вот такие бизнес-процессы естественные. И второй момент, который влияет негативно именно на рынок акций, это более выгодные облигации. И ставки в банках в плане депозитов. Многие могут отказаться, зачем мне покупать какую-то Фосагра, например, Куйбышев Азот или Транснефть. Заплатят они дивиденды, не заплатят. Или у них ДПИ дополнительный возникнет. А если можно деньги в банк под 18% положить или купить облигации, 18 на 20% дающих доходность. Вот в ожидании этих моментов, что Центробанк значительно повысит ставку до 17%, может быть до 18%, рынок начинает корректироваться. Поскольку если это произойдет, то люди действительно частично будут выходить из рынка и вкладываться в иные формы инструментов. Когда ставку начнут понижать, тогда снова деньги начнут возвращаться в рынок. Вот, собственно, чем вызвана усиленно, точнее, текущая ситуация. Он и так уже, рынок российский, был несколько разогрет. Я об этом говорил, многократно отмечал. То есть, тот же самый Куйбышев Азот, например, за которым мы следим. Вот я ему давал оценку. Он стоит 461. Если вот по ВСМО оценка, вот она вообще внизу. То есть, не стесняюсь давать таких оценок, это то, что дает оценка бизнеса. Фактически, я посчитал, дороже он не стоит. И, как бы то ни было, дают эти оценки очень многие компании, значительно перекупленные. Фосагра прошел ниже справедливой цены, потому что ввели дополнительные налоги на удобрения. Посмотрели, что Фосагра многовато зарабатывает. Нужно его обезжирить, условно говоря. Вот он прошел даже ниже справедливой цены. Но это исключение. А в основном компании дорогие. Вот Московская биржа, скажем, у меня в недооценке сейчас по результатам анализа бизнеса. Ну и так далее. Тот же самый Черкизова, там дороговат. Ну и все прочее. Так что коррекция российскому рынку-то она не вредит. И она была закономерной. Но не думаю, что все-таки она глубоко пройдет. Уже здесь в большей степени заложились ожидания по увеличению ставки. Ну и хотел бы отметить такой фактор по российскому рынку. Что ставку, если повысят, то не слушайте какие-то источники, которые будут указывать на то, что теперь-то точно ОФЗ надо брать. Вот-вот оно отстрелит все. Еще вспоминаем, опять же, разговор уже полугодовой давности, когда активно с плечами накупали ОФЗ, чтобы получить 80% доходности в год. Хочу отметить в каком моменте. В том, что если ставку сейчас повысят еще раз, то ее понизят минимум в начале 2025 года. То есть с этой высокой ставкой мы проживем, скорее всего, до начала 2025 года. Вот такой вот момент. То есть скорого завершения этой ситуации ожидать не приходится. А с учетом того, что в 2024 году еще ожидается дефицит бюджета, соответственно, скорее всего, деньги из кубышки будут, скажем, изъяты и пущены в рынок на различные производственные нужды. Мы все понимаем, денежная масса опять увеличится и это опять будет негативно влиять на инфляционную составляющую. Поскольку деньги придут в экономику. Это тоже такой негативный момент по инфляции. Поэтому не стоит спешить и не стоило спешить, как я уже неоднократно говорил, с ОФЗ. Все может еще усугубиться или можно будет просидеть там очень долго в этих бумагах. Вот такая ситуация по российскому рынку. Но давайте еще дальше пробежимся. Может быть какие-то вопросы будут, касающиеся этих моментов. По золоту ничего интересного. 2.300, как отмечал, так он куда-то пытается откупить. Все равно он возвращается на 2.300. Никуда оно не денется. Вернется обязательно. По газу, скажем, постепенный рост. Тут тоже особо говорить нечего. И по курсу рубля к остальным валютам. На фоне налогов, на фоне продажи экспортерами выручки рубль укрепился. Сейчас снова начинает проседать. Собственно, точки входа сейчас остаются хорошими. Еще по рублю. И не в формате инвестиционной рекомендации можно рассматривать. Итак, давайте перейдем к вашим вопросам. Давайте классически посмотрим, что с изъятием ликвидности в рынке США. Изъятие продолжилось. И в период с 22 мая по 29 мая было изъято 16 миллиардов долларов. То есть тут все идет по плану. Денежная масса изымается. Вот что я хочу еще отметить. Это разница в воздействии ключевой ставки США и мер, которые принимаются в отношении к тем мерам, которые имеются в России. Тут, наверное, целого ролика отдельного заслуживают. Но обратите внимание, что США уже давненько изымает деньги, которыми она накачала экономику в период пандемии. Вот обратите внимание. А в России сейчас процесс еще идет накачки. То есть мы еще здесь находимся. Вот когда все это дело накачивается. Дефицит бюджета, ведь он восполняется. Он восполняется из кубышки. То есть денег становится в рынке больше. Потребительская активность тоже возрастает. И вот сейчас период накачки идет экономики российской деньгами. Обратите внимание, как американцы борются и сколько это времени занимает побороться с инфляцией. Да, в определенный момент у нас Набиулина может выступить, сказать, что инфляции больше нет. Например, нам ставку надо понижать. Цены в магазинах будут расти. То есть придет хлеб 50 рублей, завтра он 60, потом 70. Ну скажут, что инфляции нет, например. Такое тоже может случиться. Чисто субъективное такое мое мнение. Ну, в принципе, едва ли. Ну, такой вариант мы тоже исключать не можем. Но вообще в целом по модели борьбы с инфляцией мы можем наблюдать вот такую вот систему. То есть сейчас мы где-то здесь находимся. Так, давайте перейдем к вопросам. И первый вопрос от Кана Бизнес. Так, так. Добрый день. Компании Эббет Джонсон и Бристол Майерс окатывают вниз. И это похоже на общее секторальное снижение медсектора. Да, полностью с вами согласен. Интересует ваше мнение, при каких условиях могут начать разворачивать эти компании. Бристол Майерс, возможно, перестарался с снижением на фоне общего снижения по основным медикам, наверное. Полностью с вами согласен. И сектор находится в снижении. Я бы дождался его разворота, этого сектора. То есть разворот может произойти либо технически изначально. Если появится некая инсайдерская информация, которая выйдет за рамки инсайдеров, что периодически происходит, тогда их откупать начнут. Это уже технические такие факторы появятся во всей индустрии, что их начнут откупать. Либо второй момент. Это позитивные отчеты. Вот тот же самый Бристол Майерс приведен. Я в последнее время его косо на него смотрю, на Бристол Майерс. Потому что я уже отмечал, что он каждый отчет, последний, наверное, уже отчетов 6 или 7, он проваливает. Он просто проваливает, проваливает, проваливает и проваливает. И он просто в этой стабильности провалов отчетов, он такой лидер, флагман. Не покупал бы его сейчас, дождался бы позитива именно в финансовой части. Но его уже настолько укатали Бристол Майерс, что заложили в дальнейшие потенциалы, дальнейшие провалы отчетов. Потому что какая-то такая нездоровая активность с ним. Когда у него возобновятся финансовые возможности, все будет с ним неплохо, он хорошо отстрелит. Но я бы подожидал. То есть просто-напросто покупок нет. По Эботу все более-менее стабильно. Эбот я бы купил. Но опять же дождался бы его окончания и снижения. Вот он у меня под наблюдением. Есть справедливая оценка стоимости по нему. Ничего не меняется. Вот он прошлую отработал. И следующая оценка это 140. То есть недооценка очень высокая по Эботу. Компания хорошая. Хорошие перспективы есть на предстоящие периоды. В Эботе у меня есть уверенность. Он и отчитывается, как видите, неплохо. Ничего там сильно не снижает. Но в целом тренд фармацевтов, медицинского оборудования, он такой себе. Я уверен, что Эбот вырастет. Джонсон очень консервативная компания. Оценка по нему прежняя, если не ошибусь. Там 180 долларов я по нему ставил. Но вот он никак из этого процесса не выйдет. То у него суды и хороших финансовых возможностей к тому, чтобы перейти к росту, у него нет. Он слишком консервативный. Растет по чуть-чуть. То есть это огромная компания. Такая уже малоповоротливая. Джонсон я бы покупал только в случае, если он вас устраивает в силу своей консервативности. Вот из всех трех компаний я бы выбрал сейчас Эбот. Но дожидался бы либо значительно позитивных изменений финансовых и начало откупа этой компании. И тогда была бы замечательная уверенность в том, что он с максимальной быстротой достигнет вот этой вот оценки. Ну и здесь, как вы понимаете, февраль 25-го года-август 25-го года срок достижения. Так что вот такая ситуация по фармацевтам. От мистера Диогра вопрос. Какие компании у вас под наблюдением для покупки в средний срок по стратегии рост либо рост плюс дивиденды? Эбот под наблюдением. Давайте еще что-нибудь я приведу. Визуально. Ну на PayPal посматриваю. Компания интересная по ростовой стратегии. Что еще здесь? То есть рейты в целом интересны, потому что они сейчас еще стоят дешево. Ставку пока не снижают. Nike тот же самый. То есть можно было его купить раньше. Ну либо сейчас можно его рассматривать по появлению позитивных факторов. Так. Ну оборонка уже приобретена. Собственно обратите внимание на рост. Утилитис, электроэнергетиков. Поболтались, поболтались. Сейчас все-таки и Некстера вышла в плюс. И Дюк в хорошем плюсе возрастает. Это в плане перетекания денежных средств в реальные сектора. Оно идет. Водяные те же самые, о которых мы раньше говорили. Но они сейчас подкорректировались. Но в целом они хорошо их откупили. И в периоде указанном, я уверен, что они к своим справедливым оценкам придут. Starbucks, McDonald's в области интереса. Ну пожалуй такие вот примеры. Все реальные сектора. От EVG1712. Вопрос. Денис, Adobe или Pepsi? Хороший вопрос. Тут знаете как вопрос стратегии скорее. Я для себя покупаю Pepsi. Потому что я вижу финансовые потоки компании. Они стабильны, они устойчивы. Это защитная индустрия. Это продукты питания, безалкогольные напитки. Меня Pepsi устраивает абсолютно. И в отношении психологического комфорта по дивидендам. То есть Pepsi обладает неплохой дивидендностью, которая покрывает величину инфляции. И я вижу, что Pepsi сейчас недооценена прилично. Я уверен в том, что Pepsi достигнет тех целей, которые я перед ним ставлю. Тут не в формате рекламы, конечно. Не рекомендую Pepsi. По Pepsi такая ситуация. Ну вот он условно говоря достиг. Или до седьмого месяца можно ожидать. Ну условно говоря он своих достигал уже отметок. Еще подрастет и будет. Следующая оценка справедливой стоимости, которую я давал недавно, это 202 доллара. Недооценка порядка здесь около 20%. 17% недооценка. Меня это устраивает. Плюс он заплатит дивиденды. И потенциал у него около 20% роста. В силу психологических моментов мне комфортнее держать Pepsi. Потому что актив прозрачен. По ЭДОП можно получить большую доходность. Большую доходность из моих же оценок. От текущих он недооценен на 39%, 38%. Но здесь вот главное не попасть в, опять же, такую ловушку психологическую для инвестора. Когда тут недооценка выше по ЭДОП. Но придется ждать. И не все могут это делать. Я знаю, что люди часто паникуют. Когда купили что-то, оно проседает на 2, на 3, на 5, 7, 10% проседает. Все, человек не справляется с этой тяготой. Начинает продавать. Это плохой актив на самом деле и так далее. Вот сейчас тренд снижения техов. И на тренде снижение чего-либо покупать может быть опасно. Я вот так попал с альтернативной энергетикой, например. Она сейчас до сих пор в минусе. Но уже не в таком большом минусе, как было. Тот же самый инфейс, по которому доля максимальная, где-то в минус 16%. Ну, в пиках доходило до 40%. Постепенно его откупают. Но я очень спокойно к этому отношусь, потому что я знаю, что его откупят. Но не каждый так мыслит. И кому-то может быть это тяжело. И как раз сейчас на снижении техов можно купить. Получить еще снижение 10-15%. Главное не продать. Потом, да, он восстановится на эти 620. Но для человека этот год-полтора может стать непростым. Когда будет красота в портфеле. И все-таки опыт продолжаю до сих пор получать. И стараюсь свое мнение как-то высказывать на этот счет. Лучше дружите с трендом. Вот пока снижается, пусть оно снижается. Когда будет позитив в отношении определенной индустрии. И рынок начнет покупать. Вот лучше тогда тоже и купить. Это будет спокойней. Вот такая вот ситуация. Исходя из вашей психологии. Исходя из вашего комфорта. Можно выбрать. Мне больше Pepsi нравится, нежели Adobe. Но Adobe тоже в замечательных ценах. Я бы с удовольствием его имел. И у меня по нему абсолютно уверенность, что все с ним будет хорошо. Но вы знаете, техи остаются еще в мультипликаторах дорогими. Почему? Потому что у них и потенциал увеличения финпотоков выше. Тут рисков чуть-чуть побольше. Мало ли где-то что-то тряханет. Или окажется, что рынок IT-услуг уже в достаточной мере законкурирован. Где-то будет снижение потенциалов. Тогда может все сильно грохнуться. Вот Pepsi сильно не грохнется. Потому что он совсем недорогой. Потому что это продукты питания, безалкогольные напитки, работающие по всему миру. Даже если Китай там закроется для них ввиду конфронтации. Да ничего это страшного не вызовет. И будет платить дивиденды. Даже если рынок уйдет в долгую затяжную рецессию со стагнацией. В любом случае 3-4% можно будет получать в таких активах. То есть вот закладывая ряд потенциалов, ряд возможностей негативных. Я для себя выбираю более защитную стратегию. Пусть и с меньшей доходностью. Чуть больше рисков. Можно купить и доп. И можно получить больше финансовых возможностей. От Кроутан Лайкос вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за обзор. Имеется ли обновление по оценке BlackRock? Насколько я помню, нет. Не имеется. Она еще не достигла целевых показателей. Давайте посмотрим. Он сейчас дорогой, насколько я помню. В принципе, он тут недалеко. Но в целом 15% ему нужно до справедливой стоимости скорректироваться. Действует еще до конца августа, как вы видите, 2024 года. То есть год полтора. До конца августа 2024 года оценка действует. Никаких изменений по BlackRock нет. И у меня есть достаточно высокая степень уверенности, что он этих значений достигнет. Так что BlackRock можно ориентироваться. Как достигнет, я в Telegram выложу переоценку. Напомню, что в Telegram у меня по хэштегу можно искать все вот эти вот моменты. Все компании с оценками справедливой стоимости имеют место быть. От IPQSJ2ZS вопрос. Такой у вас интересный ник зашифрованный. Здравствуйте, Денис. Не пора ли потихоньку входить в недвижимость? Уже есть стопроцентная позиция в Realty Income. Согласен. У меня тоже есть стопроцентная позиция в Realty Income. И он в каком-то небольшом плюсе. Вот он в хороший плюс уходил. Потом коррекция прошла. И сейчас он в небольшом плюсе. Но по ним больше позитива значительно, чем негатива по рейтам. Что вы думаете о NNN, VC, PAX в дополнение? Выглядит недооцененными, с нормальной доходностью и прогнозом роста АФО. Безусловно, согласен. Вот NNN и PAX. Я думаю, что у меня оценок нет. Вот PAX что-то. PAX, скорее всего, тоже нет. У меня ассоциация с BAX есть. Но BAX это медицинское оборудование. Так, что там? Вот, наверное, PAX reinvestments. Да, я его не переоценивал. То есть тут надо смотреть прям подробно. Давайте время много не будем тратить на эти компании. Если интересно будет, в Телеграме напишите запрос на оценку от PAX. Я его переоценю. Но у меня есть понимание по индустрии рейтов. Очень много компаний я оценил. И вижу, что средняя недооценка по медиане процентов 20-25 у рейтов. Если PAX или NNN это маленькая компания с увеличенной риском. То есть они работают в определенной, скажем, каком-то сегменте недвижимости, который может быть волатилен. Или у них малая капитализация, низкая значимость. То есть риски мы увеличиваем. Соответственно, возрастает потенциальная доходность. Тут медиана 20-25. Если компания маленькая, то до 30% недооценка у них будет. Но в целом вся индустрия рейтов является недооцененной. Так, сейчас VC зацепим. У меня он все время VC с крабовыми палочками ассоциируется. По-моему, он прям так и пишется. Кто с крабовой салаты делает. Я его, по-моему, оценивал. Да, вот я его оценивал, видите, в октябре 2023 года. Сейчас посмотрим. Ну, VC крупная компания. Крупная компания, поэтому рисков поменьше. Вот 16% недооценка по данному активу. То есть все рейты находятся, практически все рейты находятся в недооценке. Нужно смотреть. Да, безусловно. Ну, в более маленькие активы я бы все-таки не входил. По ним выше обозначены риски. И вот эта потенциальная возможность получить на 5-7% больше доходности может обернуться в затяжное, в года снижение, а может быть и в десятилетие снижения. Все-таки более крупные, диверсифицированные компании, более стабильные. Ну, вот я за это. То есть каждый, конечно, решает по-своему. Тут American Tower у меня есть оценка. Но он ее уже, условно говоря, достигал в конце 2023 года. Но он остается актуальный. То есть вот продолжает действовать и до конца 2024 года действует. А, я вот переоценил. Сейчас смотрю. Переоценка, оказывается, у меня есть. Ну, прям большого потенциала. Вот одной оценки и другой нет. Тем не менее, сейчас актив недооценен. Вот на те же самые 20%. И так далее. Ну, вот Realty Income, наверное, вы тоже эту оценку у меня видели. Он побольше недооценен. На мой взгляд, на 30 почти процентов. Опять же, оценка действует до 9 месяца, 23 числа. Так что рейты, да, вполне можно рассматривать. И в первую очередь большие рейты. Вот я, Леру, вопрос. Денис, подскажите, пожалуйста, что думаете по Adobe? Точки входа-выхода. Стелла. Хорошие дивиденды. Справедливая оценка. И SLB это что? Это не шлюмбер же. Так, ну давайте по порядку. По Adobe поговорили. Значит, этот момент проходим. По STLA. По-моему, это REIT, ведь STLA. Давайте посмотрим. Может быть, у меня просто оценка есть. Нет, это какой-то STELANTIS. STELANTIS. Нет, по нему ничего нет. Ну давайте его посмотрим, что за STELANTIS. Что-то знакомое. Запчасти. Запчасти товары длительного пользования, поэтому... А, это еще и Нидерланды. Нидерланды, Европа. Ну давайте глянем, Нидерланды, Европу. Что у них? Обычно им не сладко приходится, но смотрю, STELANTIS тут на неплохих значениях находится. WICHCALS и PARTS, они обычно укатываются, когда такие периоды высоких ставок происходят. Так, но ожидается стагнация по компании. Одно могу сказать, что ожидается стагнация. В целом, смотрю, байбэк произошел в 2023 году. Рост активов идет. Долговая нагрузка относительно стабильна. Но компания наращивает активы. Скорее всего, она расширяет производство. Высокая дивидоходность. Но, наверное, мы сейчас увидим, что она нестабильна. Да, она нестабильна, потому что это Нидерланды. И ориентироваться на то, что компания и дальше будет платить 7% не приходится. Они будут платить ровно столько, сколько смогут себе позволить. И сколько совет директоров допустят к распределению этих дивидендов. Какие-то копеечные значения здесь. 3,8. 3,8. Нет. Так. Ну да. Будет дороже она. Потому что 3,8 здесь отображается. 3,4 это же копейки по ПЕ. Это очень-очень дешево. Но обратите внимание, за последние 4 квартала она заработала 6,5 долларов. 6,5 долларов. А план на 2024 год заработать 5,6. То есть примерно, давайте рассчитаем, нужно пересчитывать. 22,3 делим на 5,6. Форвардный будет 4 показатель. Форвардный 4. Если говорить с позиции предыдущих моментов, то компания, пожалуй, да, она в некоторой степени недооценена. Тут на 30%. Но здесь хотел бы отметить, что не все так просто. Она выглядит по медиане недооцененной. Но медиана потом сместилась. То есть тут убыток, видимо, был в районе коронавируса. Сместилась в район 3 с копейками по цене. Почему это произошло? Тут это тоже очень важный момент и нюанс. Вот касательно оценки справедливой стоимости. Кто курс проходил, кто планирует пройти. Напомню, что такие есть. Есть оценка справедливой стоимости курс, я имею в виду. Почему нельзя формулу заложить? Часто люди спрашивают, формула-то какая? Что на что перемножить, чтобы получить оценку? Не получается так сделать. Тут все-таки нужно поработать головой, именно человеческим интеллектом. Здесь искусственный интеллект никакой не поможет. Вот мы видим вот эти копеечные значения. 3,4. Как сработает искусственный интеллект? Он поймет, что это крайне дешево. Это так же, как заблуждение с зимом. Помните, была такая компания или ЦИМ, вот как правильно. Если не ошибусь, вот израильтяне поправляют, что он не зим читается, а ЦИМ. Может быть, я путаю не ЦИМ, а как-то по-другому. Будет индикация, что очень дешево компания стоит. Но обратите внимание, сейчас я вам покажу, предыдущий рост компании составлял 75% в год. То есть компания по предыдущим данным, вот видите, как она развивалась активно, потому что была низкая база 2020 года. И от низкой базы он стрельнул вверх, он восстановил и даже превысил объемы продаж, которые были. Тут и по выручке, и по прибыли очень замечательно. Но дальше компания говорит откровенно ребятам, вот это написано здесь, вот в этой табличке. И в курсе я о ней тоже рассказываю по перспективам. Ребята, мы не будем больше значительно развиваться. Обратите внимание, ревенью выручка 201, что тут миллион, наверное, или, ну, бог с ним, в чем тут измеряется у них. 201, значит, 208, то есть рост на сколько? На 3,5% по выручке. Здесь рост на 2,5% по выручке. Маржинальность у них, они ожидают, что останется примерно прежняя, потому что чистая прибыль по отношению к этим моментам, она тоже не меняется. И компания просто-напросто уходит в стагнацию. Когда бизнес не развивается, почему он будет стоить дорого, почему он будет становиться дороже год от года, не почему он не будет становиться год от года дороже. Вот если у вас беляшная приносит вам 10 тысяч рублей в месяц, стоит, допустим, 200 тысяч рублей, и в следующем году она будет переносить столько же, она столько же и будет стоить. Она не будет уже миллион стоить, 10 миллионов не будет стоить. Она будет дорожать, ваша беляшная, как бизнес, если она будет все больше и больше финпотоков приносить. Или если это беляшная, сеть беляшных произойдет. Компания сама говорит, вот это цели, которые она дает. То есть, 2024 год можно быть уверенным, 2025-2026 год они под большим вопросом, потому что заглядывать там на несколько лет вперед уже такое себе. Но в целом бизнес перестает развиваться, и потенциал увеличения будущих финпотоков уже не 75, а 5,5. Видите, в чем дело? То есть, вот он на эти 3-4 ушел. Почему? Потому что в следующие периоды он уйдет в стагнацию и не будет развиваться этот бизнес. Прибыль несколько снизится, и, собственно, инвесторы не будут готовы закладывать в нем большие какие-то потенциалы. Соответственно, то, что мы видели раньше, вот оно здесь, когда компания интенсивно развивалась, вот в эти периоды, медиана по ПЕ, по которой инвесторы и институциональные инвесторы в том числе оценивали компанию, она была выше. А когда уже компания стала говорить о том, что, друзья, это были наши пиковые значения, мы дальше развиваться практически не будем. Будем платить только сколько-то дивидендов, там 6, может быть, процентов, исходя из прибыли в 5,6 долларов. Вот она ушла в более низкие динамики ПЕ. Вот, собственно, что по стеле я могу сказать. Такие мысли. Надеюсь, что вот эти размышления будут полезны и какие-то моменты объяснят. То есть машинной обработкой, какой-то формулой это не объять. У каждой компании есть свой нюанс. Он есть, а может быть, его не быть, а может быть, он будет очень глубоким. И вот какое-то сравнение ПЕ с ПС и с чем-то еще, он просто не будет давать результата только обработкой собственной головой. Здесь по-другому никак этот вопрос не решить. Поэтому никаких высоких результатов от текущего момента Stellantis я не ожидаю. Но компания неплохая, если готовы получать дивдоходность где-то 5,5-6 процентов, они смогут платить. Опять же, обратите внимание, что это Нидерланды и, скорее всего, налог будет 30 процентов, если покупать через какого-то брокера. Но опять же, с нюансами по прежним градациям оно было так. Сейчас с учетом санкций, с учетом перечисления дивиденды на иностранного брокера по отношению к вам к гражданину РФ, тут могут нюансы тоже возникать. Так что интереса к этой компании нет. А SLB? Давайте SLB посмотрим. Есть у меня по ней что-то. Так, SLB. А, SLB так и называется. А, Шлюмберже. Вот она все-таки, это Шлюмберже. Кратенько сейчас посмотрим по Шлюмберже. Да, давненько уже не было ничего по ней. Так, Шлюмберже. Насколько помню, я, кстати, в России остались в Шлюмберже, да? До сих пор они работают и уходить не хотят. У них тут проекты есть на нашем севере. В целом, может быть, это и правильное решение, если иностранные власти их сильно не прижимают. Зачем отказываться от денег? Потому что все-таки это бизнес. Так, ну, в Шлюмберже тут развитие ожидается. Развитие ожидается. Долговую нагрузку они снижают. Это позитивные моменты. Были проблемы в коронавирусные периоды и докоронавирусные периоды. Сейчас у них есть рост в этом отношении. Снижение активов сменилось на рост активов. Ну, в принципе, по Шлюмберже здесь все относительно неплохо. Forward PE здесь указан правильно. 13. 13. Долговую нагрузку они легко покрывают с учетом того, что они ее подснизили до 60% к собственному капиталу. Так, давайте еще кратенько здесь посмотрим. Кратенько здесь. Так, это она в убытке находилась. Вот здесь она выходила в плюс. Ну, пожалуй, по справедливой стоимости сейчас я вам ее не подскажу. Тут, если мы следуем только вот этой информации и тем данным, которые я вижу здесь в гору фокусе, она должна сильно прям вырасти, чуть ли не в два раза. Но нужно смотреть более подробно. Нужно открывать индустрию и смотреть вот по LNG с аналогичной компанией, с аналогичной капитализацией плюс-минус. Какие у них потенциалы и сколько они стоят, сколько они планируют зарабатывать, чтобы со Шлюмберже сравнить. Потому что я не думаю все-таки, что она под 90% уйдет. Но здесь вот из того, что я вижу, она значительно недооценена и должна показать прям такой существенный рост по отношению 2024-2025 год. Ну, скажем, не 90, наверное, но исходя из данных, ну, долларов 70 она должна стоить. Вот устно вот я могу так сказать, пока никакую отметку синюю не поставлю. Потому что синюю отметку, если я поставлю, я, значит, выложу эти данные, там кто-то на них будет ориентироваться. Не был бы готов к этому. Но вообще долларов 70, да, где-то здесь бы я эту отметку поставил. Я думаю, что она будет соответствовать и данным из индустрии. Потому что среднее увеличение доходности компаний процентов на 15 нефтегазового сектора, это, да, это будет долларов 70. Так, идем дальше. И, кстати, российский рынок, да, у нас появился. Российский рынок. И российский рынок. Смотрите-ка, российские компании стали лайки набирать. Так что, ну, давайте не будем тогда делить американский от российского, раз российский тоже здесь у нас вклинивается. Просто будет разбивка по хэштегам. Так, от Андрея Городова вопрос. Добрый день, рынок РФ коррекции. Что-нибудь планируете докупать? Ощущение, что у инвесторов ожидание, что ставка будет больше 18%. Как вам Ренессанс по текущим ценам? Да, есть вероятность такая 17-18% это вполне вероятно. Там 19-20 едва ли это сильно может напугать. И в целом нежелательно бы такую ставку видеть. Да, даже 18% нежелательно было бы видеть в плане компаний. Потому что долговая нагрузка колоссальная. И обслуживать эту долговую нагрузку будет очень сложно. Особенно маленьким компаниям. А ведь маленьких компаний у нас не то чтобы на фондовом рынке, у нас в целом их много. И они достаточно часто берут кредиты. И такая долговая нагрузка им будет не по силам. Они рассчитаются по прошлым своим кредитам с более низкой ставкой, по 12%. А раньше-то они ожидали, что они рассчитаются с ними и возьмут еще раз под 12-13%. А брать придется под 20%, а то и 30%. Под 20% уже не возьмешь, если будет 18% ставка. То банк свою еще маржу туда приплюсует. Это процентов 25-30 выйдет кредит. А что им делать в этом отношении? Они просто закроются. То есть они не смогут обеспечивать такой уровень, при котором 25-30% будет годовых отдавать. Это будет крайне негативно. Я думаю, шажки будут более осторожные со стороны центрального банка. Мне бы хотелось в это верить. 17-18%. Но 16-17% разницы никакой нет. Но 18% уже ощутимый результат бы оказало. Но это уже опасно. Так. И давайте пробежимся. Что докупать планирую? Докупать планирую. У меня большую позицию я по Черкизова набрал. Не буду скрывать. В клубе я публиковал это дело. Черкизова покупал изначально ее раньше. Я уж не помню за 4 тысячи. Может покупал. Или там 3 700 я покупал Черкизова. Такая нормальная позиция у меня была. Сейчас ее добрал в том числе. И может быть еще Черкизова прикупил бы на текущем снижении. Мне нравится снижение ее долговой нагрузки. Мне нравится крайне дешевая ставка по кредитам, которые платят. Там субсидии государственные. Плюс они еще брали до вот этих всех событий эти кредиты. И огромное количество миллиардов, десятков миллиардов они взяли практически за бесплатно. Это просто такое топливо замечательное со ставкой 8% или 6% у них ставка в рублях годовых. То есть представляете, бесплатно деньги получила компания. Так вот вышло. Или может быть они предвидели. Но я больше думаю, что вышло. Там Черкизова я не думаю, что они... Там какие-то эти масоны, скажем так, которые тут все знают. Вот Черкизова бы может быть докупил бы. Московскую биржу докупил бы. Я ролик по ней записывал недавно, что я ее купил. Она не сильно снижается. Но с другой стороны, в отличие от других компаний, я ожидаю по ней рост. Это одна из немногих компаний, которые я вижу как недооцененные в настоящий момент, несмотря на состоявшийся рост. Но с другой стороны, это, можно сказать, и подчеркивается тем, что остальные переоцененные компании снижаются. Московская биржа, она продолжает расти вне зависимости от тех событий, которые происходят. Ну, такие, пожалуй, компании. И у вас вопрос еще про Ренессанс. Ренессанс. Ну, Ренессанс, да, он в портфеле есть. Он там в устойчивом плюсе находится. Я его покупал раньше за 80 с копейками, если не ошибусь. То есть дивиденды у него скоро, правда, скромные, около 2 с копейками процентов. Но суммарно за период это будет около 10%. Зона покупки по Ренессансу виднеется на 99. 99.100, да, ближайший уровень поддержки. Можете посмотреть. Компания неплохо отчиталась за предыдущий период. Все у нее достаточно нормально. Также продолжаю удерживать. Возникают, да, идеи по покупке российских бумаг. Так, следующий вопрос. Марк Андрей. Добрый день, Денис. Пожалуйста, оценить компанию Shell. Давненько уже мы Shell не рассматривали. Я помню еще те периоды, когда нефтяники, в период коронавируса, было им совсем плохо. Помню разговоры о том, что Shell снизил дивиденды и так далее. И сравните ее с отраслью и конкурентами. Хочу ее подкупать под росты дивиденды на лондонской бирже. Спасибо за ответ. Давайте Shell посмотрим. Давным-давно не смотрели. Так, на лондонской бирже, да? Так, вы, по-моему, указали. Shell. Давайте вот так вот это сделаем. Чтобы нам в первую очередь выдавал тот Shell, который нужен. Вот он, лондонская биржа. Так, растет. Растет. Но это восстанавливается. Ну, конечно, давайте глянем ее. Хочется покупать на пиках. Вот это есть такой момент. Но не всегда это может быть заблуждением. Это может быть не ошибкой, а вполне может быть оправданным действием. Так, United Kingdom, All in Guest. Ну, со Shell бирже здесь сравнивать не приходится. Это совсем разные масштабы компаний по различным направлениям. Ожидается увеличение прибыли. С долговой нагрузкой здесь проблем побольше, чем у Shell бирже того же самого. То есть, бремя выплат примерно в два раза выше, чем у Shell бирже. Все равно в уме держим компанию. Так, в убыток будет отрабатывать 24-й год. Уже об этом объявила. То есть, единовременные траты у нее на что-то. Нужно в отчетах смотреть, какие у нее там единовременные траты. Но по большому счету разницы нет. Мы понимаем, что скорректированная прибыль у нее положительная. Все хорошо. А вот чистая прибыль уходит в минус. Значит, единовременные траты. Может, какой-то проект она финансирует. Может быть, какие-нибудь долги там отдаст. Ну, еще что-нибудь. Не суть. 5,8 долларов примерно в минус планирует отработать. Но вообще, перспектива у нее такая себе, я бы сказал. И я бы сказал, что она не в зоне покупок сейчас. Это визуально. То есть, что говорит нам Shell? Она говорит нам то, что зарабатывать больше на нефтегазе она не планирует. И у нее предстоят высокие затраты. Может быть, капс затраты. Может, она какие-то предприятия открывает еще. Но пока не время. То есть, если она сейчас деньги в эти предприятия вкладывает, то они дадут финансовый результат через несколько лет. А пока рынком это еще не закладывается. Пока рынком закладываются только эти траты, высокие капс затраты. Это как по Фосагра, знаете, такая же ситуация. Такая же по Нарникелю. Высокие траты. Это плохо. Там дивидендов не будет. Все распродаем. Вот такая ситуация сейчас ушела. А вот когда эти деньги пойдут уже от предприятий, в которые были вложены, там резкий скачок тогда следует. То есть, рынок не заглядывает так далеко. Он там на 3-4 года вперед. А живет все-таки ожиданиями год-полтора, по моим наблюдениям. Ну и визуально я бы сказал, что нет. Сейчас она совсем не заслуживает приобретения. И я бы сказал, что... Так, 5 долларов она сейчас зарабатывает. Но она в убыток, видите, закроет. ПЕ у нее будет отрицательный. То есть, форвард ПЕ в районе 8, это несправедливо. Это по скорректированной прибыли, без учета тех финансовых уложений, которые по компании пойдут. И в районе 25-го года форвардный ПЕ будет в районе где-то 11, что тоже не очень мало. Я бы сказал, что сейчас не время для Шелла визуально. То есть, если конкурентов перебирать, это очень много времени, но визуально по самому Шеллу я бы его не покупал. То есть, он в принципе на исторических максимумах находится. Может где-то еще порастет, но потом я думаю, что он хорошо сходит вниз, где можно будет его рассматривать. Да, стоил когда-то он, конечно, период пандемии, прям копейки. Так, чуть позже все-таки я бы рассмотрел его. Я думаю, что не стоит торопиться. Вот максимум за вопрос. Пришло ли время добирать Хершей? О Хершей, по-моему, все неплохо. Идея по нему была раньше. Хершей. У меня не было средств на его приобретение. То есть, свободных средств я больше другие приобретал. Да, я считаю, что вполне пришло время и приобретать, и добирать Хершей. Потому что касательно справедливой оценки стоимости, вы видите, хорошая недооценка здесь в районе 20 с копейками процентов. Для Хершей это хорошая недооценка. Он всегда, видите, как его откупают. И редко представляется возможность, в принципе, Хершей купить. Потому что он все время прет вперед и недооценку 20 с копейками процента по Хершей видеть. Это редкость конкретная. Идея была на покупку по Хершей. Уж не помню, сколько он тогда стоил. Сейчас он, да, так локально скорректировался. И ожидаю дальнейшее движение к справедливой стоимости. Это середина 2024 года и начало 2025 года получается. Здесь, да, январь 2025 года. К ранней срок. Тренд тоже, я думаю, все видят, что тренд несколько меняется. От падающего к стабилизации и к выходу вверх потихоньку он начинает откупаться. Так что Хершей является в какой-то степени идеей. От АДР следующий вопрос. Здрасте, на этой неделе после отчета хорошо просели компании Dell и Viva. Что думаете, на следующей неделе отчет LULU и CrowdStrike? Стоит до отчета заходить? Однозначно нет. Не заходил бы до отчета ни в одну, ни в вторую. CrowdStrike, что-то с программным обеспечением, насколько помню. LULU это производитель одежды спортивной. Не стоит. По спортивной одежде сейчас тоже большого позитива нет. Тоже самый Nike. Ну, без каких-то высоких перспектив сейчас. Все-таки это сектора потребительских. Да и в целом перед отчетом заходить не стоит. Больше, если заходить во все компании перед отчетом, скажем, будет больше вероятность убытка, нежели плюс. А по Dell, насколько помню, это слабая компания. У меня интереса к нему как такового нет. Там долговые нагрузки у него большие были. То есть он у меня редко в интересе. Так, или я что-то путаю. Как-то его прям откупают. Угу-гу, как? Наверное, я не про Dell говорю все-таки. Давайте его откроем. Что там с Dell происходит? Помню, когда-то рассматривал, ну, уже не помню, когда. 100 миллиардов капитализация. Очень хороший рост состоялся. На чем он состоялся? Такой хороший рост. Так, он очень должен хорошие результаты показывать. Ну, у него долговая нагрузка огромная просто. Покрытие слабое, долгов. Что тут такое симп? Ну, нет, я бы Dell не покупал. Я не вижу здесь никаких прямо-таки позитивных моментов, чтобы он прямо-таки столько стоил. Какая-то чепуха. Ну, собственно, я, наверное, просто не удивлен, что его на отчете распродали почти на 20%. Вот у меня отражается. Ну, а чего не ожидали от отчета? Компания-то никакая. В принципе, у меня по ней мнение, видимо, сохраняется. Вот где-то в подкорке. И чего? То есть, расти она не растет практически. Она из убытков перебивается в какие-то небольшие плюсики. Да, здесь с долговой нагрузкой чуть-чуть постаралась рассчитаться из свободного денежного потока. Тем не менее, долговая нагрузка у нее колоссальная, отрицательная. То есть, если Дэл продаст все собственные активы, вообще все продаст, что у него есть, он еще в долгах, там, как в шелках останется. И даже банкротство его не спасет. Они там в огромных просто долгах находятся. И покрывать эти долги она не может. Собственный капитал отрицательный у компании. Объем активов снижается год от года. То есть, предприятий, станков, оборудование у него меньше становится, как средств производства чего-либо. А когда средств производства становится меньше, значит, и объем реализации должен становиться меньше. Потому что из воздуха не берется продукция Дэл. А если они свое оборудование распродают и распродают все время, да нет, конечно. Тут какая-то разогнали этот Дэл. Я не знаю, там, может, какую-то утку запустили по нему. Ну, даже, честно сказать, и разбираться особо не хочется. Потому что я вижу, что компания не особо интересна. Да, ожидается по ней рост прибыли скорректированной неплохой. Они пускают это в развитие. Наверное, будут стараться увеличивать объем активов на эти деньги. Или бороться с долговой нагрузкой, с колоссальной. Потому что им это необходимо. Если ставку еще, не дай бог, повысят или что-то, тут может возникнуть огромная проблема у компании. Но она все равно столько не стоит. То есть даже с учетом того, что он где-то там на 15% может расти в год, в последующие периоды, с учетом его текущего состояния, проблем, которые есть в бизнесе, он не стоит столько. Абсолютно. И фактически ПЕ у него форвардный. Вот он, 25. Нет, однозначно нет. Даже бы не рассматривал. И я думаю, что вот это перейдет в падение. И все-таки разум будет. Кто-то его разогнал здесь на каких-то новостях. Но он столько не стоит, однозначно. Так, а Viva System? Давайте ее посмотрим. Давным-давно тоже не смотрел. Viva это, по-моему, инфраструктура для страхования. Так, и что по ней? Вот она, кстати, технически. Я бы сказал, что технически Viva прямо сейчас надо покупать. Когда-то давно еще рисовал канал здесь по Viva. И он в этом канале четко гуляет. Вот зона покупки. И кто-то уже начал откупать. То есть не только у меня нарисована эта линия. Нарисована, видимо, у крупных инвесторов еще, которые могут себе позволить откупить компанию на пару миллиардов долларов, например. Вот, так что к покупке технически Viva располагает. Давайте посмотрим, что фундаментально с Viva. Так, они обе упали, что ли? Да, после отчета хорошо просели. Так, а отчет, когда у компании был? Отчет был 30 мая. Но я не уверен, что данные подгрузились по Viva. Она очень была растущей компанией. Но, по-моему, там потенциалы снизились у Viva. Ну вот, потенциалы у Viva снизились. Так, 24-й год не отражается здесь. Ну да, вот она прям росла-росла. Было замечательно у нее все. А потом, видите, как замедлилось в прибыли. Долгов практически нет. Это большой плюс. Рост активов, рост собственного капитала. Долгов почему нет? Потому что она деньги получает при помощи доп. эмиссии. Это негативно влияет на котировки, размывает долю инвесторов. Но это защитная такая методика. Я с Viva здесь согласен. Вот я тоже, поскольку считаю себя перестраховщиком, если я какой-то бизнес веду, я стараюсь максимально его сделать надежным, безопасным. И несколько шагов в разные стороны просчитать, какие есть риски и этот бизнес там обезопасить. Ну, этого всего касается. Вот Viva здесь такая же. То есть можно рисковать и просто-напросто брать деньги в долг у банков под большие проценты, а можно их брать за бесплатно у инвесторов. И инвесторы довольны, и Viva довольны. Не довольны только банки, потому что у них кредиты не взяли. Ну, как говорится, сдох Максим, да и бог с ним. Вот. И то, что 25-й год. Ну да, тут невысокие потенциалы. Нет, все-таки Viva, я считаю, дороговатый. Дороговатый, поскольку ее потенциалы резко упали. Ну и здесь тоже частично видно, что в предыдущие периоды в среднем она росла на 18% бизнес-поток, а последующие 13%. То есть где-то на 20-30%. Ориентир по снижению динамики будущего развития – это значительно. Это значительно. И говоря о том, что компания будет развиваться там на 10-13% в год при фактическом ПЕ в районе 30-28%. Ну, это дороговато. Я бы пока не рассматривал технически. Да, ее технически, скорее всего, будут откупать, потому что трейдеры не знают, сколько стоит бизнес. Они видят только вот тут сюда пошло, тут сюда пошло, на что это похоже. И для трейдера это похоже на зону покупки. А что из себя Viva представляет, как бы никто не знает. Вот. И, скорее всего, ее откупят. Но это будет недолго, потому что все-таки большие деньги, они знают, что такое Viva и что она из себя представляет. Вот примерно такой вывод. Не покупал бы, но технически она выглядит на покупку. Так. От юзера вопрос. Добрый день, Денис. Рынок РФ на погружении. Многие компании в хороших ценах. Топ-3 конторы из вашего чек-листа. Поддержите лайками. Ну, собственно, уже, наверное, я их назвал. То же самое Черкизова. Но без больших ожиданий текущего роста от Черкизова, я хочу отметить, что в первую очередь я покупал на долгосрок. Несколько лет и более. Я жду, когда они с долгами рассчитаются. Тогда у них появится гораздо больше возможностей для выплаты дивидендов. И на текущую котировку приходящуюся они смогут платить не 4%, там 5% дивидендами, а 10-15% могут платить. И у них очень динамично вот эта долговая нагрузка снижается. Ну, плюс продукты питания. То есть мне такие активы нравятся. Они защитные, они обладают высоким потенциалом. И их можно спокойно удерживать. Вот. Ну, собственно, помечал и московскую биржу, что она в недооценке. Примерно такие мысли по России. Ну, есть еще другие идеи. Идей, в принципе, много. Я периодически российский рынок мониторю те же самые Россети ФСК на восстановление дивидендных выплат, которые могут произойти в 26-27 году. Она очень дешевая. Там потенциал по ней около 100%. Но нужно подождать. И главное, чтобы они нормально реализовали вот эту инвестиционную программу. Не просто деньги разворовали. Оказалось, что они ничего не построили, а просто денег нет. А вот фактически, чтобы все было окей. То есть примерно в таком формате. Так, далее у Джули Роджера следующий вопрос. Добрый день. Монделис немного спустилась. Сони просела заметно. Интересует справедливые цены и точки входа. Спасибо. Так, Монделис у меня есть точка входа. Тоже за компанией наблюдаю. И рассматриваю ее к возможности приобретения. Довольно хороший актив. Ну и, собственно, как говорится, справедливая цена снова отработала. Прошел чуть больше года. Год, ну вот она, собственно, касалась этих отметок. Следующую отметку справедливой стоимости, вот я оценивал в апреле, 72 доллара. То есть для того, чтобы появился интерес к ее приобретению, я хотел бы, чтобы Монделис просел на 64. Здесь и трейдеры бы увидели вот эту наклонную линию, что от нее покупать нужно. И недооценка в этом случае по компании была бы более приличная в районе 13, там 6%. Для Монделис это неплохо. Она, видите, такая растущая. Редко тоже случаются какие-то сильные проливы. Она вот растет, растет, растет все время. Эпизодически случаются просадки вот такие вот. А где ее можно купить? Так, а по Sony? По Sony тоже давным-давно мы ничего не смотрели. Sony, давайте посмотрим, что с Sony произошло. Почему Sony укатали? Хотя она, по-моему, к сфере же полупроводников имеет отношение. Sony. Он Hardware считается, не полупроводники. Так, японская, 100 миллиардов капитализация. Уже я вижу, в чем у нее проблема у Sony. Она планирует терять контракты. Вот видите, какая ситуация. Выручка. Последние 4 квартала 89 миллиардов. На 2024 год она здесь не отражается. Может быть, Grow Focus что-то подсъел эту дату. Но суть такова, что 2025 год 80 миллиардов. То есть снижение постепенное по выручке. Учитывая то, что есть инфляционная составляющая, она в любом случае есть. Должны как минимум, вот если один уровень контрактов, одни и те же потребители, и каждый год покупают ровно столько же, в любом случае выручка должна подрастать в связи с инфляцией. А у Sony она снижается. То есть мы не только вот эти вот 9 миллиардов, наверное, да, миллиардов, скорее всего. 9 миллиардов закладываем еще инфляционную составляющую. То есть по факту будет терять где-то 11-12 миллиардов. И 26-й год, 27-й год. Дальше, дальше снижение выручки. Но планирует увеличивать маржинальность довольно скромно. То есть выжимать из выручки планирует больше по марже, но здесь незначительно. Там 7-5 процентов в будущий период. Ну 4, вот груфовку соценивает как 4. Но лучше перепроверять, я бы сказал, процентов 5. Поэтому по Sony интереса нет. Это вполне вероятно будет долгая история периодического снижения. Будет бурыхтаться, бурыхтаться. В течение многих лет будет снижаться. То есть есть идеи, как для трейдинга, когда такие проливы случаются по ней существенные, и ее потом откупают. По трейдингу где-то можно заходить-выходить. Но фундаментально я бы риски вот эти Sony не нес. А Манделиза, да, интересно только еще, чтобы она еще маленько спустилась. Так, по российскому рынку смотрю. Дмитрий Борисонов. Борисонов, наверное, да, ваша фамилия? Фикс прайс ниже нижнего. Какое ваше мнение? Спасибо. По фикс прайсу пока я бы абстрагировался и не приобретал бы его. То есть по фикс прайсу, кто в телеграм-канале находится, я опубликовал данные отчета, мнение об отчете. И отчет был негативным. Сильно выросли объемы трат у фикс прайса на заработную плату, на логистику и на все прочее. Мне сейчас не видится перспектива, чтобы они эти траты снизили. Там и аренда подорожала. Ну, все дорожает. Собственно, как говорится, инфляция 7%. По факту все подорожало там на 20%. Ну, фактическая инфляция. То есть имеется в виду, каждый ее чувствует по-своему. И вот фикс прайс почувствовал ее не в объеме 7%, а в объеме там 20-30%. При том, при всем, там прибыли, выручки у нее такими темпами не выросли. Поэтому сразу после отчета и в тот же день я фикс прайс продал. Он тогда 300 с копейками стоил. Где-то, не знаю, стоил там уж 314, что-то такое. Я ее продавал, что я не увидел в ней такой перспективы. Посчитал, насколько помню, что фикс прайс, если такими же темпами у него продлятся будущие кварталы отчетности, вот как первый квартал 2024 года, то он выйдет на форвард ПЕ порядка 14 или 15. Что для фикс прайса неприемлемо дорого. И я эту компанию продал. Переложил деньги, уж не помню, в какую-то там московскую биржу или в чего-то еще. Собственно, сейчас бы не покупал. Технически великолепная точка покупки. Технически, как видите, очень сильный уровень. Вот на 261 вполне может состояться какой-то отскок. Но я вот в эти игры не играю, скажем, в отскоки. Я вижу, что компания дороговата. Ну, уже, конечно, с учетом снижения, оно ведь приличное состоялось с момента отчета. Так, в районе 16%, но все равно он дорогим остается. Лучше пятерочку купить на выходе ее на российский рынок. То есть, когда завершится этот процесс, у пятерочки форвард ПЕ значительно ниже, качество компании все-таки выше. Вот, фикс прайс под наблюдением, но я бы не покупал его сейчас. Так, давайте еще пару вопросов и будем заканчивать. От Андраника вопрос. Так, так. Добрый день, подскажите свои мысли по компаниям Евротранс. Евротранс, Новотек, Сегежа. Ну, давайте с Сегежа начнем. Сегежа это полумертвяк. Он таковым и был еще давным-давно. Мы обсуждали Сегежа, по-моему, ролики выпускал. Тоже кучу там какой-то хейта получил, что Сегежа это там великолепная компания. Я не понимаю. Но если я вижу, что она в убыток работает, она годами работает в убыток. У нее всегда все плохо. Она что-то, этот лес без конца продает, там какую-то бумагу продает, а она, бедолага, никак в плюс не выйдет. Или там какие-то копейки у нее там остаются. Я не знаю насчет, ну, не могу говорить точнее. У меня там свои предположения есть на этот счет. Факт это или нет, это мое субъективное мнение. Деньги исчезают, вот как во многих компаниях, да, российских. Они просто их обналичивают. На мой взгляд, вот очень субъективный взгляд. Как-то вроде все хорошо, 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 денег в итоге нет прибыли. Вроде все продается, все здорово, и куда-то раз опять денег нет. Вот это Сегежа, и там перспективы тоже никакой не вижу. Она как была мертвяком, так и осталась. Новотек санкции, усиливаются санкции. Новотек и Газпром сейчас, это два брата-акробата. Собственно, тоже говорить не о чем. Пока не прошло максимальное воздействие. Газпром уже никто не трогает в плане санкционном, потому что из него недружественные страны, скажем, по своим воздействиям выжили все, что могли. Сейчас сильно там никаких на него воздействий нет. Вот поэтому Газпром в портфеле. А у Новотека, еще помню, как только он начинал снижаться, цена была 1500-1300, активно скупали. И вот вопросы возникали, что стоит ли покупать. Тогда отмечал, что у Новотека все может быть впереди, потому что он не очень комфортен для недружественных стран. И вот это воздействие продолжается. Еще не факт, что это последние шаги этого воздействия. То есть может быть цена 1000, вполне вероятно она будет. И вполне вероятно, что 800. Поэтому стоит подождать. По Евротрансу, по-моему, он тоже снижается прилично. Я по нему ролик записывал, когда он выходил на биржу. Его разгоняли, я так понял, или чего-то. Потому что очень много отзывов и комментариев было, что Евротранс это пушка-гонка, надо покупать это. Вообще там он сейчас стрельнет в десятки раз и все прочее. Но посмотрите ролик, я уже не помню, во сколько я его оценил. То ли в 140 Евротранс. Примерно так. Сейчас бы я оценил его выше, потому что времени прошло уже прилично. Около полугода Евротранс за этот период все равно компания, как бы то ни было, она развивается. Там улучшились финансовые потоки. Если интересно, Евротранс переоценю, что у него сейчас. Тогда 120-140 примерно давал. Просто пройдите и посмотрите ролик Евротранс на канале, когда он выходил еще на IPO, когда он даже торговаться еще не начинал. Здесь, да, его разогнали. Тут деньги собрались с людей. И все, и он пошел к своим ценам, которые он должен стоить. Ну, я думаю, сейчас может быть там рублей 150-160 по нему цена должна быть. Ну, надо глянуть. Не готов сейчас сказать. Евротранс такая маленькая рисковая организация, которая тоже может там что-то заплатить, может не заплатить. Может оказаться, что у них там и денег нет. Ну, там, в общем-то, обещать не значит жениться, как говорится, для российского рынка. Вот многое, что говорят собственники, когда компания выходит на IPO, но потом это совершенно оказывается по-другому. Тут ничего удивительного нет. Ну, собственно, Евротранс столько не стоил, безусловно, и пошел к своим нормальным ценам. А также хотел бы сделать здесь такую пометку и поделиться опытом. Компании, которые выходят на IPO российские, они имеют локап-период в среднем полгода. Вот обратите внимание, давайте с вами замерим, да? 21 ноября 2023 года. Это что у нас получается? Значит, шагнули декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 21 мая получается, да? Локап-период. Это тот период, когда собственники не продают свои акции. Они не могут этого делать законодательно. И давайте вот так отметочку возьмем. Вот он, 21 мая, да? Только у нас 21 мая пришло. Тут пара дней еще, бамс, и вниз все полетело. То есть вполне вероятно, что собственники, не будь дураками, они понимают, что и компания не стоит 236 рублей за одну акцию. Собственно, как я ее оценивал, там 120-140. Конечно, им выгодно получить иксы. Они мало того, что денег кучу привлекли, они еще сейчас иксанут, как говорят в России. Они фиксируют свои позиции, имеющиеся бумаги. Ну, где-то притормозятся, потому что где-то уже район справедливой стоимости. Им уже такого большого интереса распродавать бумагу не будет, потому что это справедливая стоимость компании. Ну вот, локап-период прошел, компанию сливают, и вполне вероятно, что акционеры ее и сливают. Поэтому очень важно смотреть именно на бизнес-компании, на то, сколько он стоит, не вестись на вот эти вот взлеты, ракеты, когда залетать люди начинают. Мне тоже пишут, что вот она взлетала до 485, у вас все неправильно. Ну, какие-то моменты, это знаете, как дети сидят, смотрят, я вот купил бы ее вот здесь, продал бы вот здесь, все очевидно, купил бы здесь, продал здесь, но кто-нибудь продал ее за 482, например, или он знал, что она будет 482 стоить, чтобы ее продать. Да нет, люди сидят, его быт, как все до сих пор сидят. Вот, собственно, поэтому нужно не верить никаким рассказам, нужно самостоятельно взять, компанию посмотреть и понять, сколько бизнес этой компании стоит. Это самый верный путь, на мой взгляд. Так что я всегда за саморазвитие и за такой холодный расчет в инвестициях, без эмоций абсолютно. Потом Евротранс, наверное, я переоценю на днях и выложу оценку в Телеграм-канал, а может и ролик запишу. Ну, то есть он уже, в принципе, подходит к более-менее адекватным ценам. Насколько я знаю, они еще и объявили дивиденды и дивиденды сейчас в районе 9,5%, может быть, 10%. Это уже более-менее интересно. Опять же, нужно дивидендную политику посмотреть и перспективу на следующий период. Может быть, сейчас они дизель заплатят, в следующем году 2% и снова улетят на какие-то низкие значения. Так, давайте еще вот этот вопрос от юзера. На рынке просели такие компании, как Snow, MDB, S, Net, а в пятницу упал Dell. По вашему мнению, это хорошие цены для закупки. Ух, много сильно компаний. Давайте, может, парочку посмотрим, чтобы, скажем так, не дискредитировать тех, кто спрашивает про одну компанию. Snowflake, это же что за Snowflake. Где-то я о ней слышал, но вероятнее всего эта компания не в области моих интересов, потому что по рискам не проходит просто-напросто. По рискам не проходит. Ну да, это какая-то полуракета. Убыток работает. Не, ну это, конечно, это мусор. Я бы их такие не смотрел, наверняка вот она мне не отмечена, но что-то я рисовал, наверное, в прямых диалогах какие-то вопросы были по Snowflake. Зачем вам бизнес, который в убыток работает, который приносит убыток за убытком, за убытком, за убытком? Хотите вы стать собственником беляшной, которая без конца закрыта, в которой там крыс обнаруживают, его закрывают, они платят штрафы, денег там никаких нет. Хотите вы купить такой бизнес? Я думаю, что нет. И Snowflake вот примерно из таких компаний. Да, поскорректированные прибыли у них есть, тут они развиваются, выручка подрастает, но тем не менее чистая прибыль всегда в минус-минус-минус-минус. И все. Покупать бы однозначно эту компанию бы не стал. А вот эти все моменты с эффектом низкой базы, якобы они наращивают очень обширно выручку, и потом, когда снизятся единовременные затраты, там получится большая прибыль. Большинство компаний теряют вот этот эффект низкой базы с периодом прошествия небольшого времени, оказывается, что их продукт не столько востребован, или возникают конкуренты, и потом в один момент оказывается, что вот этих темпов развития их не будет, и потом она еще дальше падает. Собственно, покупайте бизнес, прибыльный, выгодный бизнес, и помните, что вы становитесь собственником или со собственником, акционером компаний, которую покупаете. Нужна вам компания, генерирующая убытки или нет? Вопрос риторический. Так, здесь тоже я не смотрел, что тут с компанией. Монго ДБ. Ну, я думаю, что это примерно то же самое. Что же, какие-то тикеры видишь и примерно понимаешь, о чем идет речь. 17 миллиардов, разработчик программного обеспечения. Так, что с ней? Ну да, тоже убытки я смотрю. Убытки, убытки, убытки. Нужен вам разработчик программного обеспечения, который работает в убыток. То есть, вы взяли программиста, да, решили IT-компанию замутить, делать сайты, сами не умеете, взяли, вот вы директор, взяли программиста себе. Пытаетесь найти контракты, что-то еще, там, кто-то у вас что-то заказывает, этот программист худо-бедно, там, по ночам что-то делает, ну, вы прикидываете потом свой бюджет, потратили на Авито, там, рекламу 100 тысяч рублей, там, офис ему снимаете, программисту компьютеры купили и все прочее, а он там худо-бедно зарабатывает 30 в месяц, да, оплатите вы там 150, и так каждый месяц происходит. Да, объем потребителей ваших растет, потому что видишь, что услуги у вас недорогие, но зачем вам это? Каждый год, каждый месяц, все время в убыток. Вот, собственно, MongoDB, аналогичная компания, тоже, как у Snowflake, ожидание там роста выручки, с ростом скорректированной прибыли, но минус, 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 нужно оно вам или нет? Я думаю, что нет. Я бы купил бизнес, который прибыль приносит. Так что, я бы, как бы, ваш взор хотел бы обратить в сторону компаний, которые являются надежными, качественными и продукты, которых востребованы, а не которые работают в убыток. Так, ну вот, смотрю, еще спасибо мне говорят, давайте это обязательно зачитаю. От юзера. Добрый день, Денис, без вопросов, спасибо вам за рубрику, честность и открытость в ней, лайк и коммент уже по традиции. Спасибо вам большое, очень приятно, что информация полезна, всегда рад такой информации. Ну, все, наверное, да, на сегодня. что-то тут еще такое интересного, прям, может быть, какие-то вопросы есть. Индию, дорого Индия, считаю, что дорого, вот ETF не подскажу, просто можно в гугле посмотреть ETF на рынок Индии, у вас будут какие-то ответы на этот счет. Вот эту компанию с нелицеприятным названием в Телеграме, насколько помню, рассматривал, можете по хэштегу посмотреть, она не дешевая, насколько помню сейчас. Так, по рынку РФ поговорили, фонд РенталПро хотел разобрать, но вы знаете, он, как и остальные фонды недвижимости, я не ожидаю от него ничего позитивного. Он также будет платить какие-нибудь 10% годовых, 8% годовых с учетом инфляции в 10-15% годовых. Люди с достаточной финансовой грамотностью поймут, что это убыток, что хлеб дорожает, а РенталПро платит все столько же, и большого интереса в этом не будет. А качество его в плане роста котировок, выраженном в росте активов, нужно будет, точнее, можно будет оценить только с ходом времени, будет ли он востребован, будет ли в нем ликвидность, будет ли он соответствовать рыночной конъюнктуре. То есть сейчас, пока об этом сказать не представляется возможным, но я могу в общем сказать по медиане, что я не знаю ни одного фонда недвижимости, который был бы эффективен. Вот ни одного в России фонда я такого не знаю. Всегда начинаешь разбирать и всегда там видишь, что у инвесторов сплошной убыток, потому что инвесторы, кто вкладываются в такие фонды, они не учитывают инфляционную составляющую, девальвацию рубля. Им кажется, что у них был миллион, а стал миллион сто, и вроде как замечательно, это же так здорово. То, что раньше они на миллион могли купить автомобили, сейчас они только за два миллиона тот же самый автомобиль могут купить, а у них миллион сто. Они это не учитывают. То есть у каждого свое мнение есть, но против цифр не пойдешь. И все фонды абсолютно на российском рынке, на мой взгляд, они неэффективны. Не ожидаю никакой революции от Rental Pro. Денег соберут, собственно, у них все будет хорошо, а инвесторы, как всегда, будут в убытках. Так, топ-3 замещающих облигаций для покупки сейчас. Замещайки, ну, Газпром ничего. Ну, в целом, вы знаете, замещайки подошли к тем уровням цен. Вот вы помните, про замещайки-то говорили год назад, когда оно было дешево. Вот я, Газпром, покупал 34, там доходность 8% была годовых. Было здорово, ГТЛК там тоже там под 8 с копейками процентов годовых было. А сейчас они в нормальных ценах и не замещающие облигации, а просто текущие выходы. Они примерно по тем же самым выходят. То же самое Фосагра выходит, там Норникель, по-моему, Электуале, Полюс, Полюс выходит, да, 6,5 у них доходность, также у Газпрома. То есть, интересов замещай, как в таковых, нет. То есть, замещайки сейчас по уровню доходности такие же, как и обычные выходы. Так, ну давайте кратенько, что здесь. Добрый день. Так, 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 прямой диалог, идею с Некстерой, профи 30%, 80, 90. Я ориентируюсь на 90, я думаю, что она еще подрастет, все будет с ней в порядке. С Некстерой я держу. То есть, там тоже какой-то плюсик у меня по ней есть. Долго она в минусе болталась и по Дюку сейчас порядка 10% плюс и Некстера в каком-то плюсе, но я продолжаю удержать. Так, это долгий вопрос от Артура Орло. Давайте еще вот по недвижимости, да, поговорим и будем заканчивать. Так, добрый день, что думаете о коммерческой недвижимости сейчас? Освобождаются средства, выбирая между облигациями покупка коммерческой недвижимости. Понимаю, что многое зависит от места, но в целом по направлению ждете в будущем. Коммерческую недвижимость, да, она в области интереса, безусловно, я мониторю коммерческую недвижимость, но в своем регионе для приобретения я вижу, что коммерческая недвижимость сейчас среагировала снижением. Не вся, но ряд продавцов снизили цены в коммерческой недвижимости. Чем это вызвано? Тем, что продажи упали. Вот я, почему объекты недвижимости своих перевел в плоскость аренды? Потому, что не продаются, то есть интереснее, безусловно, их продавать, это гораздо более маржинальный бизнес, интересный бизнес, но встало, все встало, потому что ставки огромные, рынок насытился этими квартирами, эффективная аренда. Плюсом, риторика многих проживающих в том, что смысл покупать там квартиру за 5-7 миллионов, если ее можно снимать, и это вызывает, ну, то есть многие не могут купить за 5-7 миллионов квартиру себе. Приходится уходить в аренду, и тем самым стоимость аренды повышается, потому что спрос повышается. То есть сейчас рынок аренды, на мой взгляд. Что касается коммерческой недвижимости, думаю, они тоже испытали примерно такую же ситуацию, когда продажи встали, а кому-то коммерческую недвижимость нужно продать, потому что разница в коммерческой жилой, например, там семья какая-то, она живет в квартире, да, ее продает, им как бы, и бог с ним. А если в рынке коммерческой недвижимости, то всегда есть коммерческий интерес. То есть если собственник решил продать какой-то объект, он у него пустует, например, то ему горит продать этот объект. И я вижу, что многие объекты упали в цене. Там уже появляется интерес в районе 12% годовых, если ее сдавать в аренду. То есть тут рынок смешанный сейчас получается, и идеи есть там, где низкая цена. Это уже нужно смотреть конкретные объекты, конкретный рынок. То есть есть идеи, безусловно, я вот себе на Авито в Циане ставлю сердечки, в избранное добавляю такие объекты и потихоньку их просматриваю. Он публиковал в Телеграм-канале, у меня второй же канал есть по недвижимости, по инвестициям. Публиковал информацию, вот нашел такой дешевый объект, миллион сто, по-моему, миллион двести он продается недалеко от меня относительно, продается вместе с арендатором, спросил, что там за арендатор, какая там система и так далее, то ли гадалка, то ли какая-то ведунья из Казахстана. Вот она, значит, вместе с ней она снимает это помещение, платит за него то ли 15, то ли 17 тысяч рублей. В общем, хорошая доходность получается. Ну, в итоге мне это помещение не подошло по другим параметрам, оно менее ликвидное, чем мне хотелось бы там у кабинетной системы, то есть я такие помещения не рассматриваю, они сложны потом в реализации. Вот, но тем не менее имеет место быть договоры длительные с этой гадалкой ведуньей и можно приобретать ряд объектов и наравне с ним есть очень дорогие объекты, которые смысла никакого не имеют, там доходность них по аренде будет 5%, 6%, поэтому все смешано и вот эти грани тоже смешаны. я думаю, что наверное, ну, небольшая коррекция может быть дополнительная, но коррекция в первую очередь может быть, тут видите, как, смотря в какую сторону сместится средняя, поэтому вот те квартиры в новостройках, льготная ипотека уходит, квартиры в новостройках очень дорогие в отношении к более дешевой вторичке и между ними хороший спред. Скорее всего спред сместится в сторону удорожания вторички, но сложно сказать, почему, я думаю, что все-таки удорожание вторички будет, потому что вырастет себестоимость строительства, все-таки инфляция продолжает давить, цены на материалы растут, цены на работу растут, дефицит рабочей силы и так далее, скорее подорожает вторичка, чем упадет первичка. Ну, отдельные варианты есть, потому что рынки стоят и кому-то нужно срочно продавать, вот такие объекты можно вполне рассматривать, они являются интересными. На этом, пожалуй, все, надеюсь, что информация была полезна, всегда рад с вами встретиться, сегодня полтора часика пообщались, и российский рынок, и недвижимость, и американский рынок, собственно, я таким диалогом удовлетворен. Всем удачи в инвестициях, самое главное, здоровья вам и вашим близким, всего доброго, до свидания.